К нам присоединяется глава Меджилиса Крымско-Татарского народа Рифат Чубаров. Рифат, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день всем. Итак, оккупировав Крым и милитаризовав его, Путин принес на полуостров войну. Теперь вооруженным силам Украины приходится уничтожать военные объекты и логистику российских оккупантов. В эти выходные армии Российской Федерации было вновь некомфортно в нашем Крыму. Сообщалось о взрывах, о режиме маскировки Керченского моста. Вчера вечером подобные события были. Рифат, остаются ли незамеченными среди гражданских российских оккупантов события, связанные с демилитаризацией полуострова? Как они реагируют на все эти события? Нет, конечно, люди, которые живут в Крыму, независимо от того, каких они взглядов на российско-украинскую войну, они живут тем, что практически каждую неделю совершаются удары по российским военным объектам, и каждая часть этого населения Крыма, она, в общем-то, по-своему переживает. Эти переживания можно отследить за их действиями. Но, как мне представляется, наиболее интересно наблюдать за процессами в сфере экономики. Прежде всего, в сфере инвестиций, о чем очень много и громко говорили оккупационные власти первые годы захвата Крыма, обещали эти миллиардные инвестиции, и в том числе внешние инвестиции, и движение на рынке недвижимости, в частности, жилья. Но, что касается инвестиций, абсолютное отсутствие их, кроме, конечно, вливаний государственного бюджета Украины, но это очевидно, потому что им надо содержать полуостров, надо укреплять свое военное присутствие, и поэтому из бюджета России сюда направляются, в общем-то, заметные средства. Но это не для блага людей, это для укрепления военного присутствия. Что касается рынка недвижимости, абсолютный провал, и особенно после 24 февраля 2022 года, и поэтому вот такие тенденции определяют и положение людей, и их настроение. Но на днях, фактически, защищая и оправдывая оккупацию Крыма, и не только, много чего наговорил премьер-министры Словакии. Роберт Фитца, в частности, в интервью он заявил, что у нас, у украинцев, сейчас нереалистичные ожидания, и россияне никогда не уйдут из Луганска, Донецка и Крыма, а поэтому должен быть некий компромисс. В МИД Украины заявили следующее, я процитирую, «Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицке, Пряшевске и другие словацкие края». Рифат, а как вы воспринимаете такие холоднокровные заявления европейских политиков, собственно, о родном Крыме, как минимум? Ну, что касается, прежде всего, реакции Министерства иностранных дел Украины, конечно, очень точное такое, знаете, реагирование с указанием на некоторые провинции Словакии, Словакии, очень четкая, в общем-то, отповедь и еще раз указание на то, что пока Украина сопротивляется, западные страны, включая Словакию, могут избегать прямых угроз со стороны России. И очень жаль, конечно, что премьер-министр Словакии Фицца, но, я хотел сказать, не понимает этого, но, с моей точки зрения, он, конечно, понимает объективно все то, что происходит, но я убежден, он является прямым партнером Кремля, но это уже дело спецслужб Словакии или международных организаций. Я хочу, вот в связи с этим, я вспомнил вот то, что в 1968 году, это известный факт, когда Советский Союз вторгся своими войсками на территорию Чехословакии, тогда было единое государство Чехии и Словакии, тогда еще молодой Муставад Жемилев публично выразил протест против такого вторжения. И в 2014 году, когда вдруг тогдашний президент уже Чехии, Милош Зелман, выступая на Совете Европы, вдруг озвучил очень непристойные предложения Украине в части Крыма, он предложил Украине продать Крым России, Крым к тому времени был захваченный, Муставад Жемилев, то есть, и вот тогда в Праге появились вдруг бигборды на улицах, портрет Муставад Жемилева, и цитата из его интервью, что в 1968 году за мой протест против вторжения российских войск на территорию Чехословакии мне дали три года советских лагерей, а президент Милош сегодня распоряжается нашей землей. Почему я это вспомнил? Дело в том, что 24 февраля, буквально первый день вторжения полномасштабного, 2022 года, президент Зелман осудил это вторжение, то есть он протрезвел. Или, ну, некоторые эксперты говорят, что он был вынужден под давлением от общественного мнения Чехии, как бы публично признать, но он осудил в любом случае широко, попал на масштабное вторжение российских войск. Я очень надеюсь на то, что придет время, когда премьер-министр Фицца, ну, публично, в общем-то, покаяться в своем таком синичном, просто подлом поведении по отношению к Украине, по отношению к крымско-татарскому народу, потому что открыто предлагать России и Украине оставить ситуацию такой, как она сегодня есть, то есть Крым в руках захватчиков, это значит дать индульгенцию Москве, Кремлю Путину на абсолютное уничтожение крымско-татарского народа. Я думаю, что если Фицца не покается, такое время не наступит, но мы найдем возможности для того, чтобы мир его, по крайней мере, морально бы осудил. Но я еще раз повторяю, я бы просто призвал бы словацкие правоохранительные органы искать какие-то механизмы, которые связывают премьер-министра их страны с тираном Путином. Я в этом не сомневаюсь. Рифан, но мы слышали еще антиукраинские заявления до Фицца из уст Орбана. Вот в целом, интересна ваша позиция, как вы оцените работу, активность, или же наоборот, скажете, об инертности западных политиков, которая касается будущего украинского полуострова, его деоккупации, восстановления и так далее? Ну, смотрите, я здесь, может быть, немножко так вот рефреном. Крымская платформа уже в ушедшем году был уже третий саммит и глав государств, участников Крымской платформы, второй парламентский саммит. И, кстати, он проходил в Праге, то есть в Чехии, рядом со Словакией, о которой мы сейчас говорили. Благодаря Крымской платформе Украине удается сохранять очень пристальное внимание международного сообщества к Крыму, да и вообще к ситуации на оккупированных украинских территориях. И, в общем-то, благодаря Крымской платформе мы консолидировали подходы всех государств к дальнейшим нашим действиям. Если до Крымской платформы или даже в ходе первого саммита в 2021 году в августе часть государств, участников Крымской платформы настаивали на том, что освобождение Крыма может состояться только лишь в ходе мирного диалога с Россией, то уже на последующих саммитах, конечно, здесь свою роль сыграли и масштабы, и ужасы полноформатного вторжения российских войск на материковую территорию Украины. Но, тем не менее, благодаря всем этим факторам, сегодня все наши партнеры, а их более чем 65 государств, говорят о том, что для освобождения оккупированных территорий, в том числе и Крыма, Украина, вправе применять все способы, в том числе и военные способы. Я, конечно, хочу еще отметить особое внимание наших партнеров к ситуации с правами человека на полуострове, с положением коренного крымско-татарского народа. Здесь достаточно отметить те резолюции, рекомендации, которые принимаются ежегодно на разных международных площадках, включая и Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций. Некоторые могут сказать, что это недостаточно, но все это необходимо целенаправленно продолжать, для того, чтобы после завершения победы Украины, Российско-Украинской войны, чтобы мы имели весь тот материал, который позволит привлечь виновных и особенно военных преступников к ответственности. Вот в этом плане я хотел бы сказать о том, что репрессии в Крыму, они же усиливаются с ожесточением в ходе Российско-Украинской войны. Для русских оккупантов очень важно удерживать, сохранять контроль над крымским обществом. Вот буквально сегодня в 6 часов утра, сегодня 23 января, в 6 часов утра ворвались в дом делегата Хурултая Крымско-Татарского народа, заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Хурултая Назима Меметова. Три часа обысков, придуманное обвинение в том, что якобы он обвиняется, подозревается в незаконном приобретении, хранении, избытии оружия и боеприпасов, ну и соответственно возбуждение уголовного дела. Поэтому внимание международного сообщества к Крыму, к ситуации в Крыму для нас очень важно. Но, разумеется, нам хотелось бы, чтобы все это внимание больше капитализировалось бы в реальной форме военной, прежде всего, финансовой помощи для того, чтобы как можно быстрее освободить оккупированную территорию Украины. Да, Рефат, и вот ту информацию, которую вы озвучили, было бы неплохо послушать, в том числе и тем, кто в Словакии говорит о том, что должен быть какой-то компромисс. Ведь, опять же, замечу, в Крымско-Татарском ресурсном центре сообщали, что за эти 10 лет оккупации были зафиксированы случаи и того, как были убиты люди, и того, как эти люди пропали без вести и так далее. Скажите, как часто вы лично получаете угрозы со стороны оккупационных, фейковых властей Крыма и, в принципе, от фанатиков Путина? Ну, прежде всего, то, что о цифрах. Действительно, цифры и жертв репрессий, и вынужденных беженцев, которые покидают Крым, чтобы не подпасть под принудительную мобилизацию в российскую армию, они, конечно, нас ужасают, потому что для крымско-татарского народа, который всего имеет численность на полуострове около 300 тысяч, утрата каждого человека, ну, и не только для крымско-татарского народа, но я здесь как бы хотел провести еще вот тяжесть утраты, исходя вообще из, ну, малочисленности, собственно, самого коренного народа. Но дело в том, что мы, когда оперируем прямыми цифрами, разумеется, мы меньше всего, может быть, в это время думаем о том, а вообще какие колоссальные утраты в развитии Крыма как территории, людей, которые живут на этой территории, включая и крымских татар, этнических украинцев, какие просто колоссальные утраты понесли и все еще несут эти люди множество смертей в силу этих стрессов, исковерканные судьбы людей, кинутых в русские тюрмы, ну, и все такое иное. Конечно, мы очень надеемся, что то, что мы это мониторим и собираем материалы, все это пригодится в то время, когда все виновные будут привлекаться к ответственности. Ну, в том числе, конечно, и те, которые преследуют активистов крымско-татарского народа, членов Меджилиса крымско-татарского народа. Что касается меня, мои товарищи иногда шутят о том, что мне неоправданно дали меньше, чем некоторым из них. На сегодня с Верховным судом подтвержден приговор в отношении меня 6 лет лишения за свободу за то, что я как будто постигаю на территориальную целостность российского государства тем, что утверждают, что Крым является территорией украинского государства. Что касается угроз, ну, разумеется, мир интернета, он очень многообразен, и всегда находятся люди такие, ну, люди, я бы сказал, люди, но лица, которые допускают, прибегают к каким-то угрозам. Некоторые из них нам известны, некоторые анонимные. Но, знаете, я думаю, что когда мы освободим Крым, все станет на свои места. Рифат, но пока происходят определенные события в Крыму, не стоит говорить. Издание «Радио Свобода» сообщает, что Крым накачивает сейчас деньгами на пропаганду. В частности, в 2024 году будет реализован ряд российских культурных проектов с пропагандистским укломаном. Все они получили гранты на миллионы рублей от российского президентского фонда культурных инициатив. О том, что побеждают в конкурсе только идеологически выверенные заявки, говорит и состав координационного комитета, распределяющего гранты. Возглавляет этот комитет замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Как бы вы охарактеризовали все эти действия? С чем связаны такие вливания в этом году в пропаганду? В Кремле, возможно, почувствовали ненужные им настроения на полуострове? Ну, смотрите, здесь много причин для того, чтобы Москва очень активизировала сферу пропагандистскую, но при этом вовлекала как можно большее количество людей, организаций в такую деятельность. Но вспомним все вместе 2014 год, такой молниеносный захват русскими войсками Крыма, поскольку само нападение было выбрано в такой момент, когда Украина как государство было в очень обессиленном состоянии, это было очень подло со стороны соседнего государства. Но я просто об этом вспоминаю, чтобы все вместе со мной также вспомнили о том, что как российскому обществу утверждалось, что, как они говорили, возвращение Крыма, начнется триумфальное шествие России по всей территории Украины, что российские войска выйдут к рубежам третьих государств, и вот-вот восстановится бывшее, то есть российское государство восстановит все границы бывшего СССР. Но этого не случилось, хотя Россия, готовясь к такому развитию событий, и 8 лет она готовилась, и в феврале 2022 года она попыталась осуществить, реализовать это свое утверждение, и то, что в какой-то мере, конечно, ожидала часть российского общества, тех, кого удалось зомбировать, обмануть. Но два года полномасштабного этапа российско-украинской войны, абсолютный провал, и ни одна из заявленных пафосно Путиным целей не достигнуты, а теперь вот буквально днями будет для них десятилетие захвата Крыма, и они что-то должны показывать, прежде всего, своему обществу. Вот насколько, ну, оправдать вот все свои действия, ну, все свои преступления, начало которому было положено в феврале-марте 2014 года захватом Крыма. И поэтому мы вот с конца февраля, и особенно марте, будем свидетелями очень многих таких, но имитированных, пафосных, торжественных мероприятий, которые будут проводиться российскими оккупантами на территории Крыма. В том числе, как мы предполагаем, они попытаются провести церемонию открытия мечети, которая была построена в эти годы, хотя все действия к началу строительства были завершены в 2013 году, и как раз тот год, когда мечеть должна была начинать строиться, в этот год вступили российские оккупанты. Разумеется, понимая, ну, как бы имиджевое такое значение этого объекта, они сразу напрягли российских олигархов, те выделили деньги, и Россия будет пытаться демонстрировать миру, что на территории захваченного ею Крыма она особо благоволит и крымским татарам также. Рифат, еще одна важная тема, сейчас она на повестке дня. Крымско-татарский ресурсный центр сообщает, что за 2023 год в Крыму было зафиксировано 46 случаев вынесения штрафов, 13 в отношении крымских татар. За аналогичный период 2022 года было зафиксировано 40 штрафов, а в 2021 году 141. Общая сумма составила этих штрафов полтора миллиона рублей, и большинство штрафов касается так называемой дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. И вот накануне в Госдуму АРФ был внесен законопроект от конфискации имущества за так называемые фейки и дискредитацию российской оккупационной армии. Рифат, о чем говорят эти действия? Видите, это все надо рассматривать во взаимосвязи со всеми другими событиями, которые происходят на территории собственно страны-агрессора. И мы видим, что некоторые настроения, которые могут появляться в обществе, они крайне пугают Кремль, и поэтому делаются упреждающие шаги, действия для того, чтобы избежать нежелательного для Кремля поведения российского общества. И прежде всего, осуждения войны. Я далек от утверждений в том, что буквально завтра, послезавтра российское общество или значительная часть российских граждан выйдет на площади с требованиями вывести войска, остановить войну. Но те общественно-политические процессы, которые пусть и под сильным давлением спецслужб России, но каким-то образом происходят в самой России, за пределами России, но кругу иммигрантских организаций, как раз и заставляют Кремль уделять вопросам отстаивания позиций, что касается войны преступной, начатой правителями России, они очень активны. Вот эти штрафы, ведь эти же статьи, что касается штрафов за дискредидацию российской армии и так называемого специальной военной операции, они появились уже в 2022 году, но при всем том, что они массово использовались как на оккупированных территориях, в частности Крыму, и на территории самой России, они, видимо, показались Кремлю не очень эффективными. И теперь надо срочно принять законы, которые бы говорили о конфискации имущества этих людей. И понятно, это будет тяжелый удар, как по нашим гражданам, которые живут на оккупированных территориях. Вы представляете, когда у вас просто заберут дом и выкинут вас на улицу? Просто за позицию. Да, этот удар также примиряется и с десятком тысяч российских граждан, которые выехали в третьи страны, чтобы заставить их просто не говорить плохо ни о войне, ни о Путине, ни о путинском режиме. Это попытка путем шантажа национализации личного имущества граждан заткнуть им глотку, извините, пожалуйста. Это вот такие планы у Кремля. Рифат, и еще один вопрос. Накануне группа из 26 российских политиков подали в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации заявление с требованием отказать Путину в регистрации кандидатом на должность президента России в связи с массовыми нарушениями в его пользу. Первое основание – это отсутствие у Путина права идти на третий президентский срок подряд и пятый срок в общей сложности. А второе основание – это массовые нарушения избирательного законодательства, зафиксированные в ходе сбора подписи в поддержку Путина. Политики напомнили, что согласно законам Российской Федерации о выборах президента запрещается в процессе сбора подписей принуждать избирателей ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме, в частности. И также осуществлять сбор подписей на рабочих местах в процессе и местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, оказания благотворительной помощи. Рифат, что происходит в оккупированном Крыму в преддверии этого масштабного спектакля под названием «Выборы»? Ну, что касается вот этого примера, который вы сейчас привели, я думаю, что для Кремля такие вещи – это просто как сотрясение воздуха, и не больше они даже могут и формально ответить на эти обвинения, потому что такие действия, они не представляют никакой опасности для Кремля. Это какой-то пинг-понг такой, да, когда часть российской оппозиции пытается совершать действия, которые бы еще больше, скажем так, не вредили бы ее имиджу. Ну, а власть будет говорить, ссылаясь на такой пинг-понг о том, что в стране якобы есть демократия. Мне представляется, было бы намного важным и, может быть, по последствиям ощутимым для Кремля, если бы российская либеральная оппозиция поддерживала бы выступления жителей порабощенных народов России, выступления жителей национальных республик, которые против воли их народов включены в состав России. Вот недавно были массовые выступления башкир в защиту одного из лидеров башкирского национального движения. Однако, и к великому сожалению, ни один из заметных лидеров российской, или, я бы сказал бы, русской оппозиции не выступили в поддержку вот такого движения. Хотя потенциал протестов против путинского режима, он, конечно, наиболее заметен как раз вот на территории национальных республик, Башкирии, Татарстане и Дагестане, в Ичкерии, в Ингушетии. Но это вопросы, конечно, больше к российской оппозиции. То, что касается оккупированных территорий и, прежде всего, Крыма, здесь, конечно, попытка демонстрации того, что якобы все население этих территорий, и, в частности, жители Крыма, они поддерживают кандидатуру Путина как национального лидера. Людей просто сгоняют на различные мероприятия в виде собраний, таких разрешенных митингов, которые проводятся в школах, на рабочих местах. Там выступают назначенные властью какие-то должностные лица. Все это демонстрируется всеми местными каналами. Создается иллюзия того, что все восторги от того, что сейчас происходит, для того, чтобы людей принудить, убедить в какой-то мере, чтобы они проголосовали, чтобы они вообще пошли на выборы. Это главная задача власти. Рифат, но вы правильно сказали, что это всего лишь иллюзия. Рифат, спасибо вам огромное за этот разговор. Рифат Чубаров, глава Меджлиса Крымско-татарского народа, был только что в эфире Фридома. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.